здравствуйте это канал ремонт мебели и не только вот обзор ноутбука у джитсу а 514 после год после использования зачем я снимаю это видео я стал счастливчиком вот покупки купил себе вот такой вот ноутбук я понимаю что этот ноутбук еще продается и он еще не снят с производства его можно найти в интернет-магазинах я не хочу чтобы таких счастливчиков стало больше я хочу предупредить людей о покупке если вы умный человек и вы прежде чем покупать что-то ищите обзоры в интернете и наткнетесь на мой обзор так сказать я вас хочу предупредить вас ожидают несчастье вот такое вот несчастье придет ваш дом вот был конечно сравнительно дешевый смотря кому как вот этот ноутбук сейчас стоит в украине около 10 тысяч это примерно около 400 долларов вот я за него за него отдал почти 9000 чуть чуть год назад было чуть-чуть другой курс был 2324 самый большой недостаток в этом ноутбуке это вот эта часть его корпуса рамка дисплея и крышка дисплея они сделаны очень с тонкого материала конструкция очень липкая сам все тут очень так сделано как-то ну плохо сделано все я не знаю туре экономили они тонюсенькая до невозможного бумага туалетная все это вот так вот играет поэтому все по вырывала вот эти вот части где крепятся шурупы посмотрите на петли насколько маленькие петли даже не квадратный где-то на квадратный сантиметр вот вот как можно держать такая петля если учесть и что еще и сам сам корпус очень тоненький поэтому вот первый же месяц из первый же месяц это не через год в первый месяц у меня вот здесь от лопнула можно видеть топ топ но так отломалась где петля часть корпуса потом вылетели шурупчики теперь отломалась совсем как я тут не паял как я тут не клеил клеить эту пластмассу невозможно ничто не не супер клея не другой какой клей почти практически не берет нормально ничего не может невозможно ничем с формально вот в третий раз клею в третий раз вот здесь на обычный клей для типа дракон как он называется универсальный клей вот такой вот клей более-менее приклеивайте это планка вот такие вот дела и кто-то может сказать и мне уже говорили я там отзывы писала писали что вот у тебя ты рукопоп и вот ноутбук пример леново b580 я его покупал 2013 году или двенадцатом я уже не помню на самый дешевый ноутбук был самый дешевый который можно было бы купить вообще в интернете там он стоил без половиной тысячи на тот момент я его покупал фокстроте там была акция перед новым годом практически там цена такая смешная была я им пользовался я и моя жена вот этим ноутбуком который сломанный пользовался только я этим вдвоем в том же режиме я это даже у меня падал и со стола падал как видите он почти как новый единственный достаток вот тут открылся открылась подушечка я не пытался приклеить я не знал что этот пластмасс реагирует на растворитель и мутнеет как я хотел просто обезжирить и она немножко не так получилось и немножко попортил пластмасса так корпус целом как новенький ничего не не люфтит ничего в общем никаких недостатков несмотря то что процесса тут слабенький но он работает и сейчас достаточно нормально работы для серфинга по интернету его хватает ну можно же сделать нормально корпус можно животных на примере дешевого очень дешевого ноутбука очень это фуджицу по сравнению с ним дороже стоил почти на 100 долларов можно же стоит сделать было поэтому я и говорю что это не зависит того что как я им пользовался я пользовался аккуратно я никуда не езжу с ним на место и дома на столе уберу его в руки там на диване тоже на столе только и этот же тоже в таком же режиме они оба одинаково пользуются используясь в одинаковом режиме и на руках и на столе но этот же видова еще живой и как новенький этот уже сломался корпус судите сами если вы умный человек и придите что-то покупать смотрите обзоры на этот ноутбук не было когда еще обзоров это его покупал вот таких вот обзоров делайте вывод нужно ли вам потратить 400 долларов чтобы купить вот такое вот чудо на этом все привет компании фуджицу нехорошо я считаю с их стороны вот так вот где-то под сэкономить на пластмассе я не знаю или как как можно на чем они сэкономили и глава вот этот вот ноутбук он модель чина а этот судя по всему модель германия до модель модель германия модель германия этот модель чина привет в компании фуджицу и это и германии тоже привет это даст из фантастишь все еще хотел бы напомнить что доверие потерять легко а потом назад вернуть очень сложно я теперь даже другую модель может быть это брак именно этой модели все остальные ну прям золото но я не куплю уже никогда если мне будут деньги буду покупать другой ноутбук я никогда не куплю больше ноутбук компании фуджицу это я вам к вам обращаюсь компания фуджицу больше никогда никакой изделия я вашей компании не куплю спасибо за внимание до свидания спасибо